Главная мировая новость. Россия завершает антитеррористическую операцию в Сирии и приступает к выводу основной части группировки из Арабской Республики. Приказ отдал Верховный Главнокомандующий. Накануне вечером Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел отметил, наши военные менее чем за полгода сумели переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом в этой стране и создать условия для начала мирного процесса. Итоги операции и первая международная реакция. В материале Евгения Лямина. Более 9 тысяч боевых вылетов с конца сентября прошлого года, когда по распоряжению Верховного Главнокомандующего Владимира Путина началась операция в Сирии. Массированные удары по террористам и их инфраструктуре, высокоточным оружием. О достигнутых результатах накануне на встрече Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. За это время в результате ударов удалось серьезно остановить в отдельных местах и полностью прекратить ресурсное обеспечение террористов за счет пресечения трафика торговли углеводородами. Прикрыты основные пути доставки углеводородов в Турцию и основные пути доставки оружия и боеприпасов в боевика. Всего при поддержке нашей авиации сирийские войска освободили 400 населенных пунктов и более 10 тысяч квадратных километров территории. На территории Сирии уничтожено более 2 тысяч бандитов, выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров. В нашей авиации уничтожено 209 объектов нефтедобычи, переработки и перекачки топлива, а также 2912 средств доставки нефтепродуктов или, как их называют еще, наливников. От террористов полностью освобождена провинция Латакия. Большая часть провинций Хамма и Хомс восстановлено сообщение с Алеппо. Разблокирована сирийская авиабаза Квайрес, которая была в осаде более трех лет. Кроме того, при поддержке российской авиации сирийская армия выбила террористов и восстановила контроль над нефтегазовыми полями близ Пальмиры. Сам же город, захваченный террористами, блокирован. Сирийская армия ведет бои по его освобождению. На террористов режим прекращения огня не распространяется. Соблюдение перемирия между оппозицией и правительственными войсками воздушно-космические силы России контролируют при помощи средств разведки, включая радиоэлектронную, спутниковую группировку, а также более 70 беспилотных летательных аппаратов. Сейчас баталии с поля боя уже переместились на поля дипломатические. Сергей Владимирович, как идет процесс мира на Баркуте? Уважаемый военный, операция наших воздушно-космических сил, помимо тех результатов, которые были достигнуты на земле, непосредственно в ходе военных действий по подавлению террористов, способствовала созданию условий для политического процесса. Была создана международная группа поддержки Сирии, в которую вошли все, без исключения, ключевые игроки, включая региональные державы. И договоренности, которые в этой группе были достигнуты о параметрах сирийского политического процесса, были одобрены в двух резолюциях СССР, которые утвердили триединный процесс прекращения боевых действий, расширение доступа гуманитарных грузов в ранее заблокированные районы и начало межсирийских переговоров. Россия за короткий срок создала в Сирии небольшую по численности, но весьма эффективную военную группировку. Причем разнородных сил и средств. Это и космическая разведка, беспилотные летательные аппараты, боевые ударные комплексы, как истребительной авиации, так и штурмовой авиации. Это силы военно-морского флота, которые применяли самое современное оружие с акватории двух морей, и Средиземного, и Каспийского, причем работали как с надводных кораблей, так и с подводных лодок. Создали мощную систему противовоздушной обороны, включая самые современные комплексы С-400. И действительно, эффективная работа наших военных создала условия для начала мирного процесса. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. И прошу Министерства иностранных дел интенсифицировать участие Российской Федерации в организации мирного процесса по решению сирийской проблемы. При этом наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные на аэродроме Кмини будут функционировать в прежнем режиме. Они должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха. После вывода основной части группировки российская сторона сохранит на территории Сирии пункт обеспечения полетов. Об этом накануне вечером договорились Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. В телефонном разговоре лидеры отметили, что действия российской авиации позволили в корне переломить ситуацию в борьбе с террористами, нанеся им существенный урон. Представителей сирийской оппозиции новость о выводе основной части российской группировки застала как раз в Женеве во время стартовавших непрямых межсирийских мирных переговоров. Представители оппозиции отметили, что это даст позитивный импульс переговорам. Двери для политического урегулирования открылись еще шире. Одним из первых на решение о выводе части группировки из Сирии отреагировал и британский МИД, прокомментировав в Твиттере. Действия России могут быть позитивными, если они являются частью реальной приверженности политическим изменениям и прекращению военных действий. Не обошла стороной этот вопрос и министр иностранных дел Австралии на встрече с иранским коллегой. На данном этапе мы приветствуем это решение. Мы надеемся, оно означает убежденность России в том, что режим прекращения огня в зоне сирийского конфликта сохранится. Чаще реакция немногословная практически у всех. Эта новость, можно сказать, застала врасплох. Объявление Владимира Путина о выводе войск из Сирии, похоже, стало сюрпризом для Белого дома и возродило опасения о том, что российский лидер обыгрывает Барака Обаму. Быстрый выход России из Сирии поставил бы в тупик тезис Обама о том, что Путин вошел в трясину гражданской войны в этой стране и еще будет сожалеть об этом. Так накануне пресс-секретарю Белого дома, отвечая на вопрос о сообщении с пометкой «Молния», пришлось импровизировать. Судя по всему, ничего подобного с руководством прежде не обсуждалось, даже близко, поэтому как реагировать было неясно. И после каждой реплики приходилось брать паузу. Я еще не видел этих конкретных сообщений, но, очевидно, мы говорили о том, как продолжающаяся российская военная интервенция с целью поддержать режим Асада усложняет процесс политического перехода власти. Так что я не видел сообщений, и мне трудно оценить, как это решение повлияет на переговоры. Надо посмотреть, каковы намерения России. Как стало известно, позже Владимир Путин проинформировал Барака Обаму о принятом решении. Глава российского государства отметил важность координации усилий представителей России и США для урегулирования в Сирии. Констатировано, что российско-американская инициатива, поддержанная резолюцией Совета безопасности ООН 2268, позволила резко снизить масштабы кровопролития на сирийской земле. Президент России проинформировал, что после выполнения основных задач, поставленных перед российскими вооруженными силами по борьбе с международным терроризмом, принято решение о выведении из Сирии основной части авиагруппировки воздушно-космических сил. Это, несомненно, послужит хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон и создаст условия начала реального мирного процесса. Заявление Владимира Путина было и в центре внимания на закрытом заседании Совета безопасности ООН по политическому урегулированию сирийского кризиса. Председательствующий в совбезе ООН ангольский дипломат Исмаэль Гаспар Мартинс решение о начале вывода группировки назвал позитивным шагом. Члены Совета безопасности, которые смогли среагировать на это, потому что, конечно, это важнейшие вопросы. Большинству членов Совета потребуются указания из столиц, для того, чтобы сформулировать свое отношение к этому объявлению. Те члены, которые комментировали, они очень справедливо, на мой взгляд, отметили, что это показывает глубокую приверженность России политическому процессу. Политический процесс, конечно, непростой. Правда, прежде вообще казалось, что представители сирийского правительства и оппозиции никогда не сядут за стол переговоров. Но благодаря усилиям международного сообщества и в первую очередь России диалог начался. И все уже, кажется, начали понимать, что только закончив гражданскую войну, можно одержать победу и над террористами. Евгений Лямин, Жанна Галакова, Роман Гусин, Павел Китров. Первый канал.